Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях Сергей Радаев, заведующий стационарным отделением номер 3 Люберецкой областной больницы. Как вы знаете, мы часто приглашаем самых разных врачей, самых разных руководителей, которые нам рассказывают о тех или иных направлениях нашей медицинской жизни, потому что это одна из больших частей нашей жизни. Ну и первый сразу же вопрос. Сейчас все начали опять переживать, что там немножко начали говорить о омикроне все чаще, что какая-то новая волна начинается, или она уже была, или будет. Но якобы этот омикрон, даже если люди и болеют, то без летального исхода. Вот что врачи сейчас, как вы отслеживаете, какова ситуация в нашем регионе с этим? Ну, мы можем по нашим, так скажем, скромным наблюдениям сказать, что ковид никуда, к сожалению, от нас еще не ушел. Это понятно, да. Да, он, кто-то говорит, что он постепенно уходит, кто-то говорит, он затаился, и скоро, соответственно, будет новая волна. Но с уверенностью, по крайней мере, так скажем, короткий месяц поработав вместе с ним, мы можем сказать, что течение его довольно-таки очень легкое, местами оно бессимптомное. Это омикрон вот этот, да? Последний штамм. Течение его бессимптомное. Чаще это все-таки выявляется у больных, у которых нет как таковых признаков вирусного заболевания. И, соответственно, то есть элементарно пациент может находиться где-то в другом лечебном учреждении, совсем по другому заболеванию. И, допустим, при каких-то, так скажем, подозрительных моментах, да, какое-то единовременное повышение температуры, соответственно, у пациента берется тест, он оказывается положительный, и, соответственно, он попадает к нам. Либо пациент вызвал скорую медицинскую помощь совсем по другой нозологии, скорая помощь берет тест, он оказывается положительный, он попадает к нам. По, так скажем, небольшому нашему скромному наблюдению, все-таки есть такое наблюдение, что все-таки от волны к волне есть тропность, так скажем, да, вируса к определенным прослойкам населения. Да, он сейчас не вызывает такую летальность, да, он сейчас не так себя ярко и клинически проявляет. Да, молодые люди, работоспособная часть населения не так часто им болеют, либо болеют, и даже элементарно могут об этом не знать, а узнают об этом постфактум. Элементарно просто кто-то ради интереса решил сдать одни сетела. Вот сейчас у нас, так скажем, заметили, что очень много пошло пациентов, у которых есть сопутствует ВИЧ-инфекция. Вот. Казалось бы, прослойка населения, так скажем, довольно-таки подвержена, учитывая, что у них все-таки серьезное заболевание, связанное с иммунодефицитом. Вот. Но почему-то мы их год назад, полтора года назад не видели в таком количестве, как видим сейчас. Вот. Ну, то есть, видимо, вирус ищет все-таки слабые места, он же, его задача-то в нас попасть. Да. Ты его в окно, он в дверь, ты в дверь, он в окно. Да. И сейчас, конечно, этих пациентов, ну, по крайней мере, вот за тот короткий период, который мы проработали, можем сказать, что их было довольно-таки большее количество, и это прям заметили все. Ну, правильно, можно мы сказать, опять же, очень осторожно, у нас не научная же дискуссия, да, такая вот научно-популярная, я бы сказал. Можем мы сказать, что все-таки мы чувствуем, по крайней мере, что, а, врачи уже познакомились с этим, как сказать, чудищем, да, б, вот эта вот та красная зона, которую мы вспоминаем, как будто бы это и не с нами было, да, вот эти все страшные видео и фото на врачи, и вот эти летальные исходы, что все-таки мы от этого уходим, и мы приходим к какому-то новому заболеванию, да, оно мутирует, да, оно тоже небезопасно, поэтому, как и в наших прошлых программах, мы продолжаем призывать, и возможность вакцинироваться, она существует, существует тоже в Люберцах, я так понимаю, да, все работает. Да, то есть даже на базе нашего, на нашей, на базе нашей Люберецкой областной больницы, то есть есть пункты вакцинации и на базе поликлинических отделений, пункты вакцинации на базе стационарных отделений, то есть мы активно, так скажем, способствуем вакцинации жителей Люберецкого округа, то есть наша пресс-служба стационара через соцсети, соответственно, в каждодневном режиме публикуют графики вакцинации с адресами, вот, соответственно, где пациенты могут прийти в любое для них удобное время, и, соответственно... А вот давайте так, ну, я так понимаю, что все равно, в первую очередь, ну, мы выяснили, те, та часть населения, которая подвержена, да, любому, скажем так, заболеванию, потому что ослаблена иммунная система, но на сегодняшний день кому нужно ревакцинироваться, как вакцинироваться, то есть опять делать две, значит, раньше как было, на год, да, сначала было, первый на год, потом стали советовать, что надо через полгода хотя бы еще один, там, спутник сделать. Как сейчас врачи, что рекомендуют? Ну, вообще, о вакцинации все-таки в первую очередь нужно думать людям тем, которые все-таки отягощены по сопутствующим заболеваниям. Это возраст, это наличие, к примеру, сосудистых заболеваний, сахарный диабет, заболевания бронхолегочной системы, да, это хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, хронические бронхиты курильщика, те же самые. То есть те люди, которые ежесезонно, банальные сезоны у РВИ, ну, сейчас сказать, вот где банальные сезоны у РВИ, а где легкое течение ковидного, на самом деле очень трудно. Пересекаются. Да, то есть 3-4 года назад у нас любой кашель, любой насморк всегда был, да, сезон у РВИ, ничего страшного в этом, и все. Соответственно, те люди, кто вот эти банальные сезоны у РВИ, перевносят более длительно, с осложнениями, с развитием пневмоний, да, и, соответственно, эти группы населения в первую очередь и, соответственно, курирующих врачи поликлинических амбулаторных, предлагают, да, должны, да, как бы эту прослойку населения контролировать наиболее четко и строго. Вот, но, опять же, и молодому работоспособному населению... Тоже нужно думать. Тоже нужно думать, и ни в коем случае не рассчитывая там на свой возраст, на цифру в паспорте, да, что там я молодой, и все будет хорошо. В любом случае, лучшая защита и борьба – это профилактика. Ну, в любом случае, будем надеяться, что, конечно, вот такого уже течения этого штамма и последующих штаммов не будет, но мы только можем надеяться. И, мало того, даже если предположить себе, не приведи господи, что опять чего-то там новое, да, вот сейчас все пугают нас очередным оспой обезьян, не все, правда, до конца понимают, что это такое, ну, по крайней мере, Всемирная организация здравоохранения там начала громко говорить об этом заболевании, но пока в России считается, что ничего страшного не происходит пока. Но я имею в виду, что даже если что-то новое произойдет, врачи уже готовы к новой мобилизации, то есть опыт уже дорожка проторена, и если не придется, то, конечно, быстро можно перестроиться на эти рельсы и вновь вернуться к этому пандемийному периоду. Но мы пригласили сегодня Сергея Радаева для того, чтобы поговорить и о приятном, как это не парадоксально прозвучит, все-таки о выходе в глобальном смысле из пандемийного вот этого состояния. Это был шок, и профессиональный шок, и человеческий шок, как угодно. Насколько сегодня можно констатировать, что выход этот состоялся? На самом деле нам на руку, в отличие от предыдущих, так скажем, времяпрепровождения в красной зоне, все-таки этот период был наиболее короткий, то есть буквально месяц мы проработали. Большой плюс на руку нам сыграло то, что уже имея опыт прошлых лет администрации Либерецкой областной больницы в лице главного врача Дмитрия Павловича Семенцова, так скажем, пошли на опережение и перевели определенные профили оказания медицинской помощи, наиболее, так скажем, которые востребованы населению узкопрофильной, такие как урология и гинекология, вывели их на продолжение работы, но в чуть уменьшенном коечном фонде на базе наших других стационарных отделений, в частности на базе стационарного отделения номер 2. И все-таки срок нашего времяпрепровождения не особо приятного в красной зоне помог нам не потерять наших пациентов. То есть когда мы работали полгода, год, все-таки пациенты уже, наверное, не надеялись и устали ждать, когда же наш любимый доктор или наше любимое отделение выйдет. Из-за пандемии мы можем к ним вернуться на лечение, на обследование. Соответственно, уходящие потоки. То есть эти пациенты уходили в другие больницы, в частные центры. А здесь никто особо не понял, что случилось. И даже многие люди и пациенты, которые, приходя сейчас к нам, даже не в курсе были, что мы все-таки были профилированы, перепрофилированы. И тем самым мы открылись уже 8 дней. То есть мы открылись в прошлый понедельник, 18 числа. И уже за прошедшую неделю мы госпитализировали более 400 пациентов. На базе стационарного отделения за прошедшую неделю работы было уже проведено более 80 оперативных вмешательств. Мы об этом во второй части поговорим. Какие и так далее. То есть как-то очень все, ну, очень быстро и очень много. Как-то стремительно за такой короткий срок. Или вы просто к этому уже были готовы, готовились к этому? Ну, мы в любом случае, у нас есть разработанный определенный план действий по выходу. Соответственно, учитывая, что мы имеем такой плюс, что в составе Люберецкой областной больницы есть такое большое количество поликлинических отделений. которые работают, грубо говоря, под одним руководителем. Тем самым мы могли вовремя сориентироваться. И уже там примерно знав дату выхода, да, там буквально через неделю стационарное отделение должно вернуться к оказанию плановой экстренной помощи. Соответственно, поликлинические отделения в содружестве с заведующим профильных отделений начали подготавливать больных на плановую госпитализацию. Ну, то есть работа с больными уже шла, оставалось только на значок время, да? Да. То есть не просто так вот, все, сегодня работаем, и очередь стоит такая длиннющая из 400 человек, которые хотят прийти и лечь больницу. Ну, очередь, конечно, была, но справились. Соответственно, все пациенты, которые пришли за тем, за чем хотели, за оказанием медицинской помощи, соответственно, они все ее в данный момент получают. Это те пациенты, которых вы не хотели потерять, и, видимо, какие-то новые пациенты, которые тоже за это время появились, да? Созрели. Созрели. Хорошо. Ну, во второй части мы поговорим конкретно, чем занимается сегодня, что может получить пациент, но прежде, чем мы уйдем на перерыв, все-таки такой вопрос очень важный. Ведь это была проверка на прочность не только конкретных людей, всех нас, да, но это была проверка на прочность всей медицинской системы, в том числе и врачей. Удалось ли сохранить кадровый состав? С кем-то пришлось расстаться, кого-то пришлось взять нового. То есть нет ли нехватки специалистов в ваших направлениях сегодня? Вы уже в предыдущей нашей встрече задавали такой вопрос. А я всегда его задаю, это важно. В этот раз мы все-таки, учитывая, что мы работали на чуть более-меньший коечный фонд, порядка где-то 70 коек, и учитывая, что все-таки не было, к счастью, такого наплыва пациентов, когда скорые стояли в очередях по 10-20 машин, мы справились всем своим составом. То есть все наши врачи, все наши медсестры, мы, соответственно, никого из новых сотрудников, которые... То есть вы никого не потеряли и никого больше не потеряли? Мы никого не потеряли, никого, соответственно, ну, мы приняли пару врачей, которые, в принципе, сейчас с нами уже продолжают работать. Ну, как вообще, как в обычной жизни, врачи приходят. Соответственно, больные пришли устраиваться в чистое стационарное отделение, но учитывая, что стационар временно работал под нужды, так скажем, больных с коронавирусной инфекцией, они были к нам приняты и, соответственно, дальше продолжают к нам работу. В любом случае, дефицит кадров есть по определенным направлениям, но учитывая, что сейчас идет выпуск студентов, уже докторов из ординатуры, сейчас уже заканчивается третий, так скажем, этап сдачи специализированной первичной медицинской аккредитации. Вот. Отдел кадров активно, соответственно, ведет работу по поиску новых сотрудников по привлечению кадров в Олиберетскую областную больницу. Учитывая поддержку Министерства здравоохранения, сейчас очень есть много довольно-таки программ по типу компенсации служебного найма, наставничества, то есть это все способствует тому, что мы рады приветствовать и хотим набирать молодых, так скажем, зеленых докторов, которые, соответственно, под руководством... Быстро созреют. Да, соответственно, быстро созреют, включатся в работу в Олиберетской областной больнице и вообще станут ячейкой полноценной Министерства здравоохранения Московской области. Ну что ж, вот на такой хорошей ноте мы сейчас сделаем небольшую паузу, а затем поговорим конкретно, что можно получить, какие услуги, какие операции, тем более такую огромную цифру для нас простых, смертных, кстати, назвали, и как это проходит, тем более мы волнуемся, что там с лекарствами и так далее. Обо всем об этом во второй части программы «Открытый диалог». Напомню, что это программа «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях Сергей Радаев, заведующий стационарным отделением номер 3 Олиберетской областной больницы. В первой части мы поговорили немножко о новом, таком, более-менее легком будем его называть, чего ж там греха-то эти штамме, омикрон. Для нас, по крайней мере, пока ничего не объявлено. Наоборот, все ограничения снимаются. При этом поговорили о выходе отделения и, в общем-то, ну, Олиберетского здравоохранения из коронавирусных и ограничений, и сложностей с точки зрения врачебной помощи. Сегодня говорим о обычной, обыкновенной помощи. На сегодняшний день, когда мы поняли, что ринулись люди к вам, все койки заняты, да, то есть все работает, врачей всегда не хватало, но мы уже выяснили, что ждем новых зеленых, которые под хорошим руководством вашим быстренько созреют и будут хорошими врачами. Что сегодня можно получить? Вы сказали, что сделали уже сколько операций повторить? Более 70. Это за неделю. Да. За неделю более 70 операций. Ну, вы же понимаете, что в нашем обычном человеческом понимании операция – это что-то сверхъестественное. Ну да, я думаю, если нас смотрят наши доктора, все-таки они поймут, что операция – операция рознь. Есть малые, есть большие, есть плановые, есть экстренные. Поэтому это цифра на самом деле. У нас на базе нашего стационарного отделения, как и ранее, 4 оперирующих отделения. Это отделение гинекологии, отделение урологии, отделение хирургии и, соответственно, отделение офтальмологии, которые также проводят, так скажем, малые оперативные вмешательства. Также на базе нашего отделения из, так скажем, отделения терапевтического профиля – это отделение терапии, отделение неврологии, отделение кардиологии для больных с нарушением сердечного ритма. Буквально с марта месяца у нас начало работать отделение нефрологии для больных с заболеванием почек. И также на базе нашего стационарного отделения начал функционировать диализный центр. Сразу же оборудование под все поставленные задачи на сегодняшний день было укомплектовано? Оборудование было закуплено еще в 2021 году. И оно уже, так скажем, с период с января по март, пока мы, так скажем, работали еще в красной зоне, соответственно, мы уже активно, ну, если так можно сказать, обкатывали оборудование. Мы его активно использовали, мы оказывали помощь больным с заболеваниями почек, оказывали им заместительную почечную терапию. И, соответственно, с марта месяца, когда стационарное отделение перепрофилировалось и вернулось к оказанию плановой экстренной помощи, соответственно, мы продолжили, соответственно, эти отделения продолжили функционировать. То есть, исходя из тех названий, ну, заболеваний или, скажем так, направлений медицинских, по всем этим направлениям проводится и оперативное вмешательство, то есть и обычное амбулаторное лечение, стационарное лечение и оперативное вмешательство. Верно? Да. Помимо этого, также мы ждем пополнения и обновления оборудования для оперирующих отделений. То есть у нас уже урологическое отделение, как, возможно, мой коллега Павел Васильевич Никифоров рассказывал, они получили литотриптор, также, соответственно, и гинекологическое отделение, и отделение хирургии, соответственно, ожидают получения, во-первых, новой мебели для операционных. То есть мы полноценно сейчас запускаем работу в течение, так скажем, я надеюсь, уже осенью запустим работу пятой операционной, вот, и, соответственно, все будет оборудовано, так скажем, как необходимо, все, что надо, все у нас будет. К операциям мы еще вернемся, а немаловажный вопрос для наших, конечно же, зрителей, которые, ну, все мы потенциальные пациенты, врачи, естественно, по поводу лекарств. Тоже известная сейчас ситуация, и у людей есть переживания, все ли доступно, есть же какие-то лекарства, которые положены бесплатно, а не придется ли что-то закупать на стороне за большие деньги, вот в этом плане, как сейчас ситуация? Я так понимаю, что все-таки, учитывая определенную обстановку, эти страхи не просто так, но все жизненно важные необходимые лекарства, которые больному необходимы жизненно по той или иной нозологии, с которой он у нас лечится, все они в данный момент в стационарном отделении есть. В любом случае всегда ведется четкий расчет лекарственных препаратов и учет, если мы видим, что, к примеру, у нас там через месяц, через полтора, через два что-то закончится, соответственно, мы активно работаем с отделом закупки, с нашей централизованной аптекой, для того, чтобы не получилось так, что препарат закончился, а у нас его нет. Соответственно, все закупки планируются заранее. Ну, вернемся к оперативному вмешательству. Опять же, это такое таинство для обычных граждан. У вас есть какое-то планирование операции? То есть я о чем говорю? Что понятно, что люди все-таки болеют, и трудно иногда запланировать болезни, тем более мы уже выяснили, что все-таки сейчас после восстановления, да, у вас наплыв, от этого никуда не уйдешь, пока оно все-таки нормализуется. Но как часто проводятся операции? Вы ставите какие-то перед собой сроки, или все, принимается решение по необходимости. Если нужна операция, то она будет. Или вы можете ее отодвинуть, или, например, наоборот, сказать, что не надо вам пока операцию. Как я уже говорил ранее, то есть операции можно поделить на две большие группы. То есть это плановые операции, те, которые, как говорится, планируются. То есть больной в поликлиническом звене у, допустим, своего профильного врача, уролога или хирурга, или если, к примеру, его ведет наш врач стационарного отделения, которые тоже у нас ведут прием в поликлинических отделениях и ведут прием на базе нашего стационарного отделения, определяют показания для того или иного оперативного вмешательства. Соответственно, у пациента есть определенный срок, определенный перечень необходимых обследований и исследований, которые... Ну, подготовка идет. Подготовка, да. И ему как-то спокойнее, потому что... Да, то есть он, во-первых, готовится и морально, и физически, и, соответственно, мы назначаем ему дату, к которой он приходит, его, грубо говоря, госпитализируют, и в течение двух суток оказывают необходимую медицинскую помощь, и в течение четырех-пяти дней, если нет никаких осложнений, пациент выписывается домой. Другое же дело – это экстренные операции, те, которые... То есть это по уровню скорой медицинской помощи, да, там какие-то серьезные травмы, там и криминал, да, или обострение каких-то хронических заболеваний, которые пациент не обращал ранее внимания, или он знал об этом, но ничего не предпринимал. Соответственно, такие пациенты поступают в экстренном порядке. У нас врачи оперирующих отделений в круглосуточном режиме 24 на 7 находятся и дежурят в стационарном отделении, соответственно, это может случиться при поступлении сразу ночью, либо если операция экстренно отсроченная, да, там у нас есть запаси, там 10-12 часов, там получить какие-то определенные анализы, чтобы, допустим, если пациент возрастной, с сопутствующей патологией, чтобы его посмотрел, как, к примеру, терапевт, вот, соответственно, там в течение последующих 10-12 часов, соответственно, провести ему то же самое оперативное вмешательство. А еще один такой миф в развитии, потому что вот ночь, мы же знаем, что есть такое понятие дежурства. Насколько я понимаю, вы сами сегодня с дежурства к нам пришли, да, фактически. Выглядите хорошо после дежурства. Я просто еще молод. Ну, я имею в виду, что не уставший, хотя мы примерно, даже примерно не до конца понимаем всю эту суматошность этой работы, но есть миф такой, что вот ночью врач, знаете, так что-то там, вот эта операция, что это немножко все не так, как днем в стационаре. Есть такой миф? На самом деле это не совсем миф. То есть мифы, они же просто так не растают. Соответственно, это бытует мнение, наверное, быту людей, народа, так скажем, и, наверное, среди профессионального сообщества. Понятное дело, что когда врач утром свеж, бодрый, весел, то есть он, наверное, как-то... Пришел на работу. Да, и он как-то, наверное, более с энтузиазмом относится, во-первых, к ведению, к общению с пациентами. Другое дело, когда врача в три ночи спускали, спускаются деления, да, там, в приемный покой на какого-нибудь пациента, то здесь, соответственно, и пациент, возможно, ждет какое-то к себе отношение, что вот, там, я доктора потревожил, три часа ночи, возможно, у меня несерьезное заболевание, а он сейчас что-нибудь посмотрит. Здесь все зависит от, именно, наверное, врача, именно как от человека. Понятно, что его профессиональные качества никуда не уйдут, но в любом случае человеколюбие быть должно. То есть даже есть такая поговорка, по-латыни мы в свое время учили, men sana incorpore, sana bonum magnum es, то есть здоровый теле, здоровый дух и человеколюбие. Человеколюбие в любом случае к пациентам должно присутствовать, неважно, выходной это день, ночное, дневное. Бывают пациенты, которые попали, допустим, грубо сказать, не по делу, вызвали с одним, скоро заподозрили одно, привезли с другим. И когда ты общаешься с пациентом, ты понимаешь, что у него ничего экстренного нет. Во-первых, у него нет никакого профиля, который оказывается в данном лечебном учреждении. Но уделив пациенту 20-30 иногда и час времени, просто побеседовав, то есть он понимает. Почувствовал, что его вылечили. Немного, вот 5 минут времени от нему. Хотелось бы сказать, что все-таки, несмотря на то, что у нас в современном обществе и в наше время качество жизни вроде как бы высокое, то есть у нас нет профицита, каких-то там дефицитов, каких-то продуктов, каких-то развлечений. При всем, при том, да, кто бы что ни жаловался на зарплату, у нас вроде у всех есть жилплощадь, есть машина, даже у некоторых семьях и две, все-таки у нас почему-то за счет того, что качество жизни растет, а заболевание почему-то все-таки не уходит. И мы также болеем. И очень часто, несмотря на то, что в больших городах, мегаполисах, таких как Москва, качество жизни лучше, к примеру, чем на периферии, но сейчас, вот за мой небольшой опыт работы, могу заметить, что очень много пациентов поступает в больницу и обращается к врачам поликлинических отделений с заболеванием, то есть под маской других заболеваний. То есть элементарно пациент поступает с какой-то отдышкой, с чувством нехватки воздуха. И это иногда приводит к тому, что пациенту ставят ложноположительные диагнозы, ставят ему какой-нибудь астматический статус. А пообщавшись с пациентом, потратив время, когда есть, в приемном покое, можно побеседовать час, выяснять, что у пациентов на фоне вроде хорошего качества жизни и всего пациента есть, развивается банальная депрессия. И на фоне депрессивных расстройств, а это очень важно, когда... Организм начинает отвечать. Да, в организме есть две такие исконно старые системы, то есть это прессорная система, та, которая успокаивающая, серотонин, дофамин, та, которую наш организм успокаивает. Есть прессорная, депрессорная система, наоборот, которая организм будоражит. Ну да. Симпато-адреналовая система. Они в норме, у нас у всех работают в норме. Уравновешенные достигают баланса какого-то. Соответственно, при развитии какого-то хронического, длительного, вялотекущего стресса у больного, у пациента... То есть депрессивная больше начинает работать. Не нравится работа, какие-то проблемы в семье. И вот это, когда он длительно испытывает, соответственно, возникает к тому, что одна система начинает работать постоянно на пределе, ее никто, так скажем, не уравновешивает. И это очень часто маскируется под маской. Такие больные попадают в хирургию, такие больные попадают в терапию, такие больные попадают в дерматологию и прочее. Ну понятно. Сергей Радаев, заведующий стационарным отделением номер 3 Люберецкой областной больницы, рассказал нам о том, как его отделение плавно вышло или выходит из пандемийных времен. И операции проводят, пациенты приходят, все идет своим чередом. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова